Добрый вечер, эфир телеканала продолжают новости о сети в студии Инна Мазаева и прямо сейчас, коротко о главном. Добрый вечер, эфир телеканала. В Мамисоне во время раскопок обнаружены древние артефакты. Работы идут на месте будущих канатных дорог. У меня в Бельгии постоянно русский флаг на улице. Уже 30 лет. Народные гуляния, командные игры, песни и пляски. Во Владикавказе отметили 240-летие терского казачьего войска. На праздник в Осетию приехали даже гости из Бельгии. Сегодня во Владикавказе прошла сельскохозяйственная ярмарка. Ее организовало профильное министерство республики. Без наценки можно было приобрести мясную, молочную и овощную продукцию напрямую от производителей. Кроме того, Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж организовал концертную программу. Для посетителей ярмарки проводил мастер-класс по гончарному делу скульптор Ибрагим Демеев. Напомним, ярмарки Минсельхоз проводят регулярно. Информация о дате и месте проведения публикуется предварительно на официальных страницах ведомства и в СМИ. Гонка избирательных кампаний. Сегодня стартовали выборы депутатов в органы местного самоуправления. На участках соблюдают максимальную прозрачность. Камеры и видеорегистраторы есть даже в самых отдаленных населенных пунктах. На избирательных участках созданы все условия и для маломобильных граждан. В том числе помогают и волонтеры. Несмотря на непогоду, с самого утра в пунктах голосования было людно. Залина Калманова продолжит тему. Тот самый момент, который демонстрирует прозрачность всего избирательного процесса. Комиссия показывает целостность ящика и только потом опечатывает его. И ровно в 8.00 начинают работать все участки в республике. Активно выборы в органы местного самоуправления проходили во Владикавказе. Одним из самых больших по количеству избирателей пунктов уже традиционно стал СОГУ. Несмотря на дождливую погоду, с самого утра выполнить свой гражданский долг пришли десятки людей. Первых голосующих встречали шумное тепло с небольшими презентами и музыкой. Голос каждого важен. В будущем решение повлияет на развитие буквально всех сфер жизни республики. А вот в СОГМА работала самая молодая участковая комиссия. Здесь поддержать своего кандидата могли больше трех тысяч человек. И, конечно, одними из первых голосовали сами члены УИК. Нашим коллегам не больше 30 лет. И это нововведение, которое появилось недавно. Мы стараемся вовлекать молодежь активно в политическую жизнь. Пытаемся заинтересовать ее своими методами, более современными, через соцсети. А к тем, кто по уважительной причине не мог отдать свой голос на избирательном участке, члены комиссии приходили домой. Таким правом могли воспользоваться пожилые, инвалидные и многодетные семьи. Одной из первых проголосовавших стала 84-летняя Светлана Цалиева. Много лет тому назад я получила право голосовать, принимать участие в выборах, которые проходили в нашей стране. И в советское время, и сейчас вот в России. Но наступило время, когда по состоянию здоровья я не всегда могу пойти на избирательный участок. Поэтому воспользовалась правом таким, чтобы ко мне пришли домой, я отдала свой голос за тех кандидатов, которые достойны. В Беслане выборы в органы местного самоуправления прошли не менее масштабно. Возле избирательных участков организовали целую серию мероприятий. Для посетителей развернули сразу несколько спортивных и интеллектуальных площадок. В восьмой школе мастер-класс для ребят провел олимпийский чемпион Заурбек Седаков. Отдать свой голос и сфотографироваться с борцом приходили целыми семьями. Пришли все семьей проголосовать с малых лет, приучаясь тоже к патриотизму. Пришла со своей сикровью, пришли с детками семь лет, пять лет, хотим их приучить. Думаю, это очень важно для нашей страны, чтобы все ходили, голосовали. Такие зарядки элементарно мотивируют детей. Их надо почаще проводить. У нас тоже со временем не всегда получается, но стараемся приезжать, уделять время, внимание детям. Активно кампания проходила и в районах, где выбирали глав сельских поселений. Абсолютным лидером в республике по количеству проголосовавших стал Нагир. Свой выбор здесь сделали больше 19% избирателей. Исполнить гражданский долг волонтеры помогали и людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы оказываем помощь избирателям с ограниченными возможностями и пожилым. На нашем участке проходит множество мероприятий. И мы хотели быть активны сегодня на этом участке. Нас пригласил участковый избирательный участок 193 помочь им. И мы с радостью согласились. Первый день выборов прошел активно, прозрачно и без нарушений. Затем, что происходило на участках, следили в информационном центре избиркома. Сюда стекалась вся последняя информация. На прямой связи со наблюдателями все время находились председатели территориальных комиссий. У нас все помещения для голосования еще 5 числа, в момент передачи избирательных бюллетеней, были обследованы кинологами и саперами. Вопросам обеспечения безопасности на избирательных участках уделено большое внимание. С учетом той обстановки, которая, международной обстановки, скажем, которая сегодня есть, стационарные рамки металлодетекторов установлены на всех участках. С этого дня отдать свой голос смогут около 290 тысяч человек. 58 депутатов-представителей органов власти изберут в четырех населенных пунктах и выберут глав четырех сельских поселений. Залина Калманова, Резван Якубов, Новости Осетии. В Северной Осетии ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают 800 семей с детьми до трех лет. С начала года на меру социальной поддержки региональное отделение соцфонда направило 78 миллионов рублей. Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двукратного размера прожиточного минимума в регионе, то есть 27 816 рублей на человека в месяц. Напомним, что с прошлого года семьи могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала на каждого ребенка до трех лет, а не только на второго, как это было раньше. Чтобы получать ее с месяца рождения ребенка, родителям нужно обратиться с заявлением в течение полугода. Правительство страны усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые и инвалиды. Для отдельных таких организаций вводится новая категория риска, в соответствии с которой будут определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска. К ней будут отнесены стационарные социальные объекты, где проживают более 100 человек и где ранее были выявлены нарушения соблюдения обязательных требований. Теперь в таких пансионатах ежегодно будут проводить инспекционные визиты и выездные проверки. Ранее все социальные учреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на три категории – высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года. Правительство страны усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые и инвалиды. Для отдельных таких организаций вводится новая категория риска, в соответствии с которой будут определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска. К ней будут отнесены стационарные и социальные объекты, где проживают более 100 человек и где ранее были выявлены нарушения соблюдения обязательных требований. Теперь в таких пансионатах ежегодно будут проводить инспекционные визиты и выездные проверки. Ранее все соцучреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на три категории – высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года. Сохранение здоровья глаз, расширение медицинских связей и укрепление отношений – эти темы стали основными на медицинском форуме. По-настоящему одно из главных событий офтальмологии России. От имени главы республики Сергея Миняйла собравшихся поприветствовал вице-премьер Александр Реутов. Лекции проводят ведущие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Смоленска. Кроме того, представят выставку новейшей техники и оборудования. Мероприятие проходит второй раз и соберет десятки врачей, как с Северного Кавказа, так и других регионов России. Для каждого это уникальная возможность. Основная цель – обмен профессиональным опытом и объединение специалистов. Проведение подобных мероприятий в нашей республике очень важно не только в плане получения новых знаний и обмена опытом, но и в плане объединения всех людей, которые занимаются у нас в регионе таким важным делом, как сохранение здоровья глаз. Археологи ведут раскопки на месте будущего всесезонного туристического комплекса «Мемисон». Работы проводят на площадке, где будут сходиться канатные дороги. Специалисты уже нашли старинные артефакты. Изысканные бронзовые фибулы, служившие некогда и застежкой, и украшением для верхней одежды. Сердоликовые стеклянные бусы, разные по форме и цвету, изящные перстни и сережки со вставками из темно-синего стекла. Не менее примечательны и маленькие бубенцы. Модный аксессуар женской одежды тех времен, показывающий высокую степень мастерства древних ремесленников. Судя по материалам и стилю некоторых найденных артефактов, можно предположить, что многие из них были привезены издалека, что отражает обширные торговые связи тех времен. На объекте работает группа археологов под руководством старшего научного сотрудника Центра скифаоланских исследований Владикавказского научного центра РАН Владимир Атшиева. По этому Монисонскому перевалу, который относительно невысокий, и дорога к которому, военностинская дорога, поднимается не как в Дориальском ущелье резко, а постепенно. Соответственно, он очень удобен для передвижения любых транспортных средств, так скажем. Также он является кратчайшим путем к Черному морю из, например, Северной Осетии. В советское время, отсюда, миновав Монисонский перевал, уже через три часа, три с половиной часа, желающие могли купаться в Черном море, в портах Батуми или Поти. Услышать подлинно народное пение, ощутить самобытность стиля и манеру исполнения. Погрузиться в яркую атмосферу торжества сегодня была возможность у всех жителей республики. 7 сентября терские казаки отмечают свой войсковой праздник. Терское казачество ведет свою историю с 1577 года. За жизнью нашей республики следят из многих уголков земного шара. Сегодня на праздник приехали из Бельгии и Ирландии. С казаками пообщалась наш корреспондент Алена Агаева. Однажды, побывав в России, полюбил ее навсегда и не смог уехать. Бельгиец Крис Роман вот уже 30 лет живет на две страны. Купил домик в Москве, изучает историю, пишет музыку. «Здесь я чувствую себя свободным», – рассказывает мужчина. В Осетии впервые в составе делегации. Приходь во Владикавказ было давней мечтой. Осетинский народ – это часть России. И здесь вы очень хорошо. И поэтому вы великий народ, потому что вы часть комплектов. Вы говорите, что уже чувствует себя, как русский. Да? Что? Русофил, вы говорите. Да, да. Вы уже русский. Да. Как дома? Говорите, больше 30 лет живете, да? Да, да, да. У меня в Бельгии постоянно русский флаг на улице. Уже 30 лет. Увидев на экране телевизора новость о захвате бесланской школы, стало тяжело дышать, вспоминает Крис Роман. Все три дня с замиранием сердца мы следили за происходящим. Читали газеты и слушали радио. Было тяжело. После каждый год проводили памятные мероприятия. В 2008-м организовали концерт. Всю накопившуюся за годы боль он отразил в музыке и стихах. Его сердце болит за осетинский народ. В ближайшие дни мужчина отправится в Беслан. Посмотреть, как Беслан сегодня, как люди выживали. Например, у меня были встречи с матерами Беслана и так далее. Я буду спросить, делать интервью и спросить, как вас. Потому что представьте себе, маленькая девушка, ей 5 лет. Сейчас ей было 25 лет. В составе делегации приехал и Владлен Дацко, атаман ирландского казачества. Всегда задавался вопросом, почему не создать что-то свое. Вот и открыл так называемую русскую школу. Проводят мастер-классы, игры, конференции и рассказывают об истории казачества. Стараются жить, следуя традициям. Есть даже специальная одежда, чистый лен и деревянные пуговицы. Брали гимнастерки из музеев 1914 года и делали копию. В Ирландии являются примером. Передача огня, непоклонение пеплу – девиз их казачества. Своими поступками, своими деяниями. То есть мы, дети уже… Есть пример. Дочки спрашивают, а кто твой папа? Она не говорит, там, владелин там или как-то это. Мой папа казак, хотя она родилась там. Что значит быть казаком? Роман Алиев уверенно отвечает – быть защитником. Понял он это в раннем возрасте, еще тогда, в Оландском казачьем войске. Молодой парень в армии не служил, поэтому было тяжело, вспоминает мужчина. Но именно там он воспитал в себе стойкость и силу характера. Сейчас Роман помогает казакам в Бельгии, но не забывает и про родной край. Очень часто приезжаю и мероприятия, и поддерживаю. Сердце мое всегда в Осетии, мое сердце здесь, и оно всегда болит за остинский народ. Я приехал сюда на несколько мероприятий. Это и Колка, Кармадон, и 1, 2, 3 сентября в Беслане. И также сегодня у нас тоже праздник, 240 лет терскому казачьему войску. В центре города с утра праздничная атмосфера, музыка, яркие костюмы и танцы. Гостями стали казачьи хоры из Кабардино-Балкарии. Жители республики ждали ярмарка народных промыслов, поэтический вечер, спортивные соревнования и полевая кухня. А после – яркий концерт. День терского казачьего войска действительно прошел с размахом. Самые юные казаки дали присягу, а старейшинам и гостям вручили награды за помощь и вклад в развитие. Награждаетесь знаком ветеран боевых действий на Кавказе. Казачество – это не просто название, это образ жизни. В нем переплелись вера, традиции, преданность Родине, непоколебимый дух и готовность жертвовать всем ради общего дела. Алена Агаева, Артур Гоглоев, Новости Сети. Во Владикавказе прошли соревнования по нардам. Десятки участников, среди них любители и уже профессиональные игроки. Они сражаются в пяти дисциплинах. Это длинные нарды, длинный блиц, короткие, короткие блицы и короткие пары. Это достаточно молодой вид спорта. Официальным его признали только в прошлом году. И уже в этом провели первый турнир. Он станет отборочным к чемпионату России по нардам. Это, наверное, хороший старт вообще, что с такого именно мероприятия начали. Люди будут немножко осваиваться, конечно, правила. Есть нарды обычные, которые во дворе, а есть официальный вид спорта. Немножко правила другие. Поэтому людям нужно привыкать. И дальше уже будет, я думаю, проще всем участникам соревнований. И будет и больше людей будет собираться. Это была вся информация к данному часу. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин